МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня на столе комикс поразительный Человек-паук и Росомаха от автора Джейсона Аарона и художника Адама Куберта. Твердый переплет, супер-обложка и 192 страницы, на которых разместились все шесть выпусков оригинальной серии, а также бонусы в виде галереи вариантных обложек, парочка скетчей и сценарий первого номера. Экземпляр комикса для обзора предоставлен издательством Parallel Comics. Хочется сразу же начать с того, как комикс издан. Тут есть все, что нужно ценителям качественных изданий, которые не стыдно поставить на полку или подарить кому-либо. Прозрачная пластиковая супер-обложка. Покрытие софт-тач на основной обложке с выборочным лакированием на ней, которая образует панораму. Наклейка как приятный бонус. Ну и на десерт эта книга является первым комиксом, который отпечатан на уплотненной бумаге с сертификацией FSC. В общем, как всегда, Parallel Comics приятно удивляют в плане издания. А теперь, что касается самой истории в комиксе. Начинается она с того, что Росомаха и Человек-паук каким-то образом вращаются в потоке времени. Когда вы откроете комикс, то застанете момент, когда мир находится всего в двух днях от астероида, убившего динозавров. Логан и Паркер враждуют. Человек-паук пытается решить их проблему, а Росомаха изобретает пиво. Аарон и Куберт понимали, что продать бессовестный и безэмоциональный Тим Ап, рассказывая про то, что бедненький Человек-паук ищет любовь, а Росомаха на него злится, не получится. Поэтому они решили устроить бомбардировку событиями, каждое появление которого должно щекотать гик-центр удовольствия у читателя. Ну, то есть предполагается, что читатель взводит от удовольствия, как только увидит Феникс-пистолет или дьявола-динозавра, или живую планету Дума. В общем, Аарон явно развлекается, находя отличные способы перевернуть эти уже знакомые стандарты вселенной Марвел с ног на голову. Фактически, временами это напоминает то, что делал Гранд Моррисон в своей основополагающей работе над двигой справедливости. Между Пауком и Росомахой существует некая интересная связь, поскольку мы видим их разные стратегии выживания в разные периоды времени. Что интересно, они почти всегда существуют отдельно и лишь время от времени пересекаются. Стоит признать, хоть Аарону и не хватает способности создавать связанный, интересный и уникальный сюжет, он более чем компенсирует это своим чувством юмора, остроумным подшучиванием и нестандартным подходом к топовым персонажам Марвел. А вот арт Адама Куберта смотрится как никогда сочно и вкусно. Особенно на вот этом тройном развороте. Я всегда считал Куберта мастером на уровне золотого стандарта, и его искусство здесь оправдало все мои ожидания. Он расставляет детали таким образом, чтобы каждая линия выглядела динамичной, будь то появление монстра размером с планету или простой урок с умными шимпанзе. Под конец Аарон решил сбавить обороты. До последнего номера комикс был о сумасшедших приключениях во времени и нерушимой дружбе, но под конец автор заменяет яркий экшен диалогами под луной. А головокружение у читателя тоской. Хорошей тоской, когда знаешь, что не будет хэппи-энда, а неплохой, когда комикс становится испытанием. И правильно сделал. Теперь после прочтения мы будем думать не только о том, что произошло, но и о том, что могло бы, но не произойдет никогда. Такое по своевкусии длится чуть дольше, пусть и неизбежно рассеивается. Ведь это же комикс о путешествующих во времени супергероев в конце концов. Я думаю, если вы подойдете к этому комиксу как простой, веселый, иногда даже забавный, историей с множеством интересных визуальных эффектов и отличными спорами между Человеком-пауком и Росомахой, вы получите от него больше удовольствия, нежели будете думать, что это глубокая и философская история. А еще, если вам под конец мало бонусов, то на последней странице комикса вы можете найти QR-код, который приведет вас к еще большему количеству дополнительных материалов о создании этого комикса с комментариями от команды Paradex Comics. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну и заходите в группу ВКонтакте. Там вы можете найти фото превью новых комиксов. Информационный партнер Комикс Сойд.